У нас сегодня занимательная презентация. Обычно все рассказывают о том, как продукты надо покупать, как их надо выбирать. А мы будем рассказывать сегодня о том, что происходит, когда вы продукт уже выбрали, начали его запускать, и тут что-то пошло не так. И вот есть масса примеров, когда один и тот же продукт, в зависимости от того, как вы будете его адаптировать к своему бизнесу, будет как пиджак, да, сидеть на вас либо хорошо, либо плохо, и у вас будет, соответственно, результат, либо хорош, либо плохой. В действительности очень сильно зависит от подхода. Ну, давайте очень коротко, о чем мы сегодня будем, про какой продукт будем, на примере какого продукта будем говорить. Есть Яндекс большой, наверное, вы все с ним знакомы. Руки поднимите, у кого нет личной учетки в Яндексе. Никого. Один. Отлично. Я к вам потом подойду, если вы не против, ладно? Есть Яндекс битубишный для бизнеса, и один из битубишных блоков называется Яндекс 360 для бизнеса. Это целый набор сервисов от почты, календаря до диска, форум и трекера. Вот тут много, они здесь на слайде представлены, нет задачи про все про них сегодня рассказать. С точки зрения постепенного движения в нашу сегодняшнюю тематику, почему важно то, о чем мы будем всем с вами говорить, это скорость роста продукта. Смотрите, у нас и количество организаций, и количество пользователей, подключенных к B2B-системе, растет кратно за несколько лет. Это первый интересный показатель. Второй интересный показатель – это тот набор новинок продукта, который выходит. вот это то, что уже сделано, а вот это вот то, что мы планируем сделать. Как вы видите, список очень большой, но вот из наиболее острого ожидаем увеличение количества звонящих товарищей в телемосте до 1000, но тем не менее важен порядок величины. Смотрите, здесь вот весь слайд достаточно мелким шрифтом заполнен разными штуками, которые мы планируем запускать. Но мы же со всеми вот этими вещами, естественно, куда идем? Правильно, к нашим любимым заказчикам. Теперь начинается самое интересное. У нас есть ваша текущая система. Какая-то? Ну, традиционно все переходят либо с Майкрософта, либо с Гугла. С Майкрософта чаще. И говорят, вот у нас были процессы, они принимали форму Майкрософта, а теперь мы идем на Яндекс. А как наш процесс теперь на Яндекс-то, собственно, переложить? И возникает две задачи. Первая задача – это перебраться из текущей системы в целевую систему. И по дороге мы встречаем сопротивление, негатив, риски простой бизнеса, риски полного отказа от того выбора, который вы сделали. И сегодня мы поговорим про то, как вот этим можно было бы управлять. Но в действительности, после того, как вы вроде бы систему запустили, начинается вот то самое развитие, которое справа. И точно так же, поскольку продукт развивается особенно бодро и быстро в текущих реалиях, нужно понимать, что ценность продукта для бизнеса не только в статическом внедрении вы запустили и забыли, а в том, чтобы регулярно эту ценность продукта до бизнеса доносить. О чем этот слайд? Слайд говорит о том, что деньги вы заплатили на самом деле вон там, в левом углу, а выгоду вы получаете вот здесь вот в правом. И к этой выгоде еще предстоит прийти. И это довольно большая работа, о которой мы постараемся вам сегодня рассказать. У нас есть подход к адаптации, который, ну, совсем крупную клетку представлен вот на этом слайде. Это подход к адаптации продукта. Заметьте, я не употребляю слово внедрение продукта, я сознательно употребляю слово адаптация. Я избегаю термина миграция, потому что это одна из частей, одна из задач адаптации. Так вот, мы предлагаем опираться на подход, который нас сверху от топ-менеджеров постепенно продвигает к нашим уважаемым пользователям. То есть, не добившись согласования на уровне топ-менеджеров, вы, скорее всего, впоследствии споткнетесь. Не преодолев сопротивление среднего менеджмента, скорее всего, тоже споткнетесь. При запуске, если вы не будете фокусироваться на адаптации сотрудников, скорее всего, вы тоже споткнетесь. Ну и при развитии, если у вас не будут процессы построены регулярно взаимодействия с вендором, получения новой информации о том, что происходит с продуктом, и в обратную сторону передачи вендору то, чего вам бы хотелось развивать, куда идет ваш бизнес, чтобы вендор вас слышал, скорее всего, вот на этом этапе развития будут недоразумения. Ну, давайте по порядку. Что происходит на этапе старта и запуска? Топ-менеджеры, как правило, думают каждый о своем, у них есть у всех свои интересы, и, как правило, они между собой достаточно плохо договариваются, если им не помогать. От компании к компании по-разному, но если внедрение начинается не с ярых вас снизу, то иногда возникают разные нехорошие инциденты. Поэтому рекомендация начинает с топов и сделать так, чтобы они между собой договорились. Вторая задача, самая веселая, это снизить сопротивление среднего менеджмента. У них есть сложившийся процесс, у них есть сложившиеся привычки, и эти уважаемые люди, к сожалению, не хотят с ними расставаться, и с их стороны мы видим самое большое сопротивление. Что делать с ними, сейчас покажу, расскажу. Есть персонал, который по сложившейся традиции не понимает, что происходит, и не понимает, куда ему бежать. Ну и у всех этих людей есть свои сложившиеся привычки, ну а самое главное, где-то тут, мягко говоря, не сбоку, есть бизнес-процессы, которые приносят вам деньги. Они вообще-то тоже остановиться ни в коем случае не должны. Если вы наступили на все гравли, которые находятся с левой стороны, то, вероятнее всего, вы получите все последствия, которые находятся справой. У вас будет и негатив, и ваша команда внедрения станет токсичной, люди будут в ней выгоразить, вероятнее всего, проект у вас не полетит, и все будут говорить фу, вы придумали внедрение продукта, возможно, вы неправильно его выбрали, у нас что-то идет не так, все недовольны, все ломается. Что делать? Подход первый. Формируем коалицию наших топ-менеджеров, помогаем им с этим. Второе. Для наших уважаемых средних менеджментов мы предлагаем такой подход, который называется прогулка. Я сейчас чуть позже расскажу, как он выглядит детальнее, просто услышите термин прогулка. Он в режиме абсолютного демо проходит, и мы их как бы за руку проводим по системе и говорим, а давай мы вместе с тобой посмотрим, какие твои операционные процессы могут поломаться, и заранее подумаем о том, что с этим делать. Там могут быть разные ответы. Очевидно, что уважаемым пользователям нужно разумно коммуницировать, что будет меняться, как будет меняться, и желательно, чтобы это делали не сотрудники IT, а помогал нам в этом генеральный директор, рассылая соответствующие письма, и прямой руководитель, который в это вовлечен. В противном случае с мотивацией будут проблемы. Людей нужно обязательно учить, людям нужно обязательно рассказывать, практика показывать, если вы в тренинге опубликовали, то они работают просто. Надо обязательно делать и push, и pull, то есть обязательно давать что-то почитать и пинать в сторону того, чтобы ребята, приходите на вебинар, мы все расскажем. Обязательно собирать с них обратную связь, ну и мы опираемся на технические механизмы миграции, тут у нас вроде все просто, отлажено, из коробки хорошо работает. Кнопку нажал, данные переехали, здесь, слава богу, все хорошо. Теперь про прогулку. Прогулка выйдет следующим образом. Вот была у вас текущая система, имеющая квадратную форму, и ваши процессы приняли форму этой квадратной системы, какая бы она ни была. А вот другая система, она треугольная, и квадратная с треугольными, что-то легко перекладывается, а что-то плохо перекладывается. По дороге надо что-то поменять. Вот наша практика показывает, что нужно обязательно найти вот эти квадратики, которые в треугольнички помещаются вместе с нашими уважаемыми владельцами процессов, и придумать, что с этими треугольничками и квадратиками делать. Для того, чтобы, поскольку мы заранее этого не знаем, мы их приглашаем на процесс, который называется прогулка, проводим их за руку по системе, говорим, вот смотрите, вот это вот так, вот это вот так. Они говорят, да, мы понимаем, мы на себя эту рубашку примерили, тут и тут нам жмет, давайте костюмчик перешивать, давайте думать, как его перешивать. Собственно, вот так выглядит процесс, а ответ лежит вот в третьем пункте, какие-то решения мы находим на уровне продукта, какие-то решения мы находим в плоскости обучения пользователей, какие-то решения мы находим в качестве альтернативы и обходного пути. Здесь довольно важный комментарий, многие люди попадают в ментальную ловушку. Жили мы на большом, совершенном американском внедорожнике, он прекрасно ездил, все было здорово, и вдруг мы зачем-то пересаживаемся на российский продукт, который очевидно развивается не так давно, очевидно, национал уступает. Вот это ментальная ловушка, не попадайте с нее, пожалуйста. Страция выглядит иначе. Ехали, ехали вы на дорогой американской машине, она остановилась, открыла дверь, сказала большое спасибо, вот, значит, лес, 20-градусный мороз, сугроб, вылезай. Вы вылезли вместе со своей сумкой в офисных ботинках, стоите, американская машина что сделала правильно? Уехала. В этот момент подъезжает российский автомобиль, простите меня за аналогии. Он теплый, у него работает двигатель, он точно вас довезет куда нужно. Наверное, будет не так удобно в чем-то, но вы доедете, и ваши бизнес-процессы не остановятся. И вот не попадайте в ментальную ловушку, что вы с хорошей машиной пересели в плохую машину. Нет, вы с мороза пересели в машину, которая вас довезет. Это важно. Теперь про следующий этап развития. Как только вам повезло, вы правильно построили процесс, вы договорились с топ-менеджерами, снизили сопротивление среднего менеджмента, мигрировали все данные, обучили пользователей, все сделали правильно, система запустилась. В этот момент люди, которые ее внедряли из проекта в офис, говорят, целую ее крепко, ваша репка, мы пошли. Что происходит дальше? Правильно, ваши пользователи остаются сами по себе, и не знают, что им делать, потому что у них масса вопросов, потому что у них масса хотелок, а можно это, а можно то, а как это, а как все. Начинается процесс более плавной адаптации. Ни в коем случае не бросайте ваших пользователей. Нужно обязательно рассказывать им, что выходит нового в продукте, постоянно быть на связи с вендором с одной стороны, а с другой стороны возникает задача собирать обратную связь и нести ее в вендора, чтобы продукт вендора развивался ровно в ту сторону, которая нужна кому правильно, заказчикам. Что делаем? Чего стараемся избегать? Обязательно нужно работать на разных уровнях. Один из моих старых руководителей говорил, Александр, для того, чтобы работала система, должно быть принцип трезубца. Должны между собой общаться старшие товарищи, средние товарищи и младшие товарищи, иначе не работает. Вот здесь примерно то же самое. Нужно обязательно работать на уровне высоком, разговаривать про стратегию, обязательно работать на уровне всех пользователей, доносить до каждого пользователя ценность продукта, и обязательно работать со средним менеджментом, у которого есть пожелания в достаточно крупную клетку. Вот такая идея о том, чтобы мы с вами не просто взяли систему, а она действительно приносила вам выгоду, чтобы была ценность от продукта и смысл от тех инвестиций, которые вы сделали. Это некое видение со стороны вендора, а теперь давайте послушаем, каким образом это происходит на практике. Отдаю слово. Спасибо. Я, наверное, прежде всего прокомментирую аллегорию Александра про машину, потому что мы в подобной ситуации оказывались дважды. Первый раз, когда мы внедряли Office 365 от небезызвестной компании Microsoft. Я хочу сказать, что вот эта вот американская машина, большая, красивая, она не всегда была такой удобной, какой она стала в тот момент, когда мы из нее высаживались. Потому что у нас вот эта вот программа по внедрению Office 365, она длилась год. Мы ее даже называли Office 365 Adoption. И вот от момента, когда мы зашли в Office 365 до момента, когда мы, ну я не скажу, что на 100%, но в достаточно большой мере стали использовать весь функционал, и когда все вот косячки были устранены, прошло, ну, как минимум год. Вот, поэтому изначально мы, конечно, тоже смотрели на посадку в машинку красивую Яндекс, уже имея некоторый опыт подобных внедрений. Но я в нескольких словах все-таки расскажу, какой путь мы проходили, потому что говорить только про внедрение экосистемы Яндекс было бы достаточно сложно. И мы, как многие международные компании, вот после известных событий, которые начались в 2022 году, оказались в ситуации, когда возникали санкционные риски, когда многие системы становились недоступными, и уровень неопределенности стал очень сильно расти. Вот, поэтому, как говорится на этом слайде, в октябре 2022 года у нас было принято решение о полной локализации IT для того, чтобы обеспечить, ну, прежде всего, устойчивость бизнеса. И это касалось трех основных блоков. Во-первых, это инфраструктура. Понятно, без инфраструктуры никуда. Второе, это ключевая система ERP. У нас был, остается САП. И все бизнес-системы ключевые. Мы в тот момент посмотрели, немножко ужаснулись, потому что систем, которыми мы достаточно активно пользовались, было порядка 300. И вот нам нужно было меньше, чем за год, на самом деле, намного быстрее пройти весь путь по локализации. В нем, на самом деле, одно из ключевых элементов, понятно, ERP, да, кажется, что это ERP, но на самом деле вот рядом, где-то очень рядом стояла экосистема, которой надо было заменить Office 365. И вот я сегодня вспомнил такой интересный момент, когда мы только планировали начинать, компания Faberlic, я думаю, с которой тоже мне многие знакомы, разговаривали с IT-директором. Ну, вот они как раз уже перешли на Яндекс и спрашивали, а почему Яндекс? Он говорит, они един... А их отключили от Майкрософта очень быстро, буквально в один день. Сказал, говорит, ну вот Яндекс был единственным, кто согласился начать работу в субботу, в выходные. Поэтому особенно не выбирали. Но мы делали не так. Мы, на самом деле, очень серьезно анализировали, потому что мы, в принципе, привыкли к хорошему. Вот если открыть Gartner, там на любой страничке посмотреть магический квадрант, право, наверх, это все про инилевер. Все самые здоровские системы, если ERP, то SAP, если облако, если Data Lake, то на Microsoft Azure, там со всеми продвинутыми системами аналитики, это все про нас было. Вот, поэтому мы достаточно так очень тщательно анализировали, в итоге приняли решение внедрять Яндекс и, забегая вперед, скажу, что мы не ошиблись. Здесь достаточно большой слайд, он, на самом деле, про все три направления, что бы я хотел выделить. Очень важно, да, это подобные проекты должны управляться вместе бизнесом IT. IT обеспечивает техническую сторону. Без полной поддержки бизнеса внедрить проект качественно невозможно. И мы создали специальный трансформационный офис, куда входили бизнес-директора и который активно поддерживался советом директоров компании. Вот то, о чем говорил Александр, это, на самом деле, очень важно. При подобных трансформационных проектах должна быть поддержка сверху. IT не должен быть единственной функцией, которая принимает решение, что внедрять, как внедрять и ультимативно доносит это до пользователя. В таком случае проект обречен, если не на провал, то, как минимум, на достаточно большие сложности. Итак, мы пошли по, в принципе, достаточно стандартному пути. Ну вот десктопная версия нам, слава богу, остался офис 265, офис 2016 купленный когда-то, но все остальное мы переводили на Яндекс. И что здесь, на самом деле, очень важно? Дело в том, что действительно, вот как Александр тоже показывал, был квадратный процесс, стал треугольный, он не хуже, он не лучше, он другой. Вот это очень важный момент. И тот самый adoption, который мы все время делали для Майкрософта, мы повторяли, и мы повторяли это, по сути, заново, учитывая специфику Яндекса. Понятно, что нюансы есть, и шероховатости тоже есть. Что хочу выделить? И вот это очень важно, мне кажется, даже больше, чем техническая сторона вопроса. Во-первых, полная поддержка руководства. С нами на регулярные тонн-холлы, которые мы проводим для всех трех тысяч сотрудников нашей компании, ходил я, ходили наши ребята, которые объясняли, как, что будет, но самое важное, туда ходили члены совета директоров, ходил лично генеральный директор, который объясняли вместе с нами, что мы эту систему запускаем, что, ребята, готовьтесь к изменениям, анализируйте свои процессы и адаптируйте их уже к новой экосистеме. Это первый момент. Второе. Пользователей действительно нельзя бросать одних наедине с системой. Должна быть полная поддержка. И мы этим занимались постоянно, мы проводили совместное обучение. Александр лично приезжал к нам в офис, проводил также семинары для всей компании. И это тоже стало одним из таких очень серьезных факторов успеха. Мы продолжаем это делать сейчас. Мы ведем каналы в Teams, конечно, в мессенджере. Постоянно на связи с пользователями проводим обучающие сессии. Выделили так называемых суперюзеров, которые в деталях знают все нюансы экосистемы, могут это объяснить, рассказать пользователю. И еще один тоже очень важный момент. Я уже упоминал, что, конечно же, определенные шероховатости есть. Они прежде всего про отличие привычной когда-то нам системы от того, что мы получили от Яндекса. Очень важно, что мы постоянно на связи. Вот сегодня вечером у нас регулярная квартальная встреча, на которой мы как раз будем обсуждать и те пожелания, которые есть у нас, и те планы, которые есть у Яндекса. И мы также это все доводим до наших пользователей. Постоянно коммуницируем, рассказываем, ведем диалог, собираем обратную связь. И, кстати говоря, вот из того набора локализованных систем, кстати говоря, Яндекс у нас сейчас по… Мы тоже пытаемся локализоваться, перевести всю нашу терминологию на русский. Сначала хотелось сказать user satisfaction. По показателям удовлетворенности пользователей Яндекс у нас на первых местах. Поэтому очень важен при подобных переходах именно управление изменениями, преодоление сопротивления у пользователей. И все-таки важно идти сверху вниз. То есть сначала объяснять и продавать решение высшему менеджменту, спускаться на среднее и доводить это уже до рядовых сотрудников. Спасибо большое. На самом деле, ваш доклад мне напомнил слова одного такого человека. Может быть, кто-то слышал? Ицхак Адизис, такую фамилию. Он в своих тренингах тоже говорил про очень хорошую вещь. Нужно разделять требуемое, желаемое и действительное. Это про машину. Я сам когда-то в свое время тоже запускал, развивал IT-продукт. И приходишь к заказчику, он говорит, я хочу полную копию. Вот у меня был американский джип, я хочу себе американский джип, но с российским шильдиком. К сожалению, надо понимать, что такого не будет. Я всегда тоже рекомендую, ребят, выделите на самом деле тот функционал, которым ты пользуешься. Потому что есть такая статистика от Standage Group, может быть, тот тоже слышал таких ребят, что 50% функционала IT-продуктов не используется никогда, 30% используется иногда, 20% востребовано. И когда ты от заказчика слышишь, я хочу полную замену вот этого всего, не хочу вникать, он обречен. И мне очень радует, что вы готовы принимать, понимаете, что окей, да, действительность такая, что нас высадили из джипа. Тут еще хитрее ситуация. Очень справедливое замечание. Обычный разговор, если строится, хочу такой же джип, да, только вот, помнишь, говорит, вот закат какой, вот такой шток синий. Вот так не работает. Надо спрашивать, а тебе зачем? Вот задача-то у тебя какая? Ты хочешь сидеть на мягком кресле так, чтобы у тебя, простите, штаны к нему летом не прилипали? Ну так это понятная история, ее можно реализовать. Вот задача-то у тебя в чем? Чтобы оно было квадратное и треугольное, тебе нужно удобно ехать, чтобы у тебя там амортизаторы были хорошие. Вот здесь очень важно переходить именно к среднему менеджменту, задавать вопрос. Друзья мои, а вот у вас была функция, да, она выглядела в виде желтой кнопочки, хорошо. Ну а задача-то какая? И вот в этот момент начинается диалог как раз. Помните прекрасную совершенно мою любимую книжку про изумрудный город? Вы же помните, что город-то был на самом деле не изумрудный, да, были зеленые очки. Вот, поэтому здесь вопрос, что вы хотите. Хотите видеть все в изумрудном цвете? Пожалуйста, достигается это разными способами. Можно в конечном итоге очки одеть, вполне себе результат неплохой. Поэтому здесь очень важный диалог. И вот я, Юрий, на самом деле хочу сказать спасибо с большой трибуны за то, что у нас диалог есть. И он действительно диалогом является. Да, диалог, когда я тоже... Диалог это самое сложное. Вот многие заказчики не хотят идти на диалог. Вот если вы, как у себя в компании, хотите внедрять продукты, ну, скажем так, дешево и быстро относительно, учитесь разговаривать с разработчиками, говорить, что вам нужно, какие задачи вы решаете. Не какие кнопочки хотите, а какие задачи вы решаете.